Всем привет дорогие подписчики и гости канала с вами снова Зарабаба и мы продолжаем проходить игру Deus Ex Human Revolution. Ну что же мы в прошлой серии с вами вернулись в Детройт поговорили с Таггартом он нам направил к своему помощнику которого в принципе мы сейчас подозреваем в том что он пытался скрыть Меган и ее всю компашку всех ученых. Так потихонечку. Да, да, конечно закрыл. Ты меня за идиота что ли держишь? Я что-то должен на это ответить? Да, ну-ка Блин ну надо вас двоих поймать О! Правда сквозь лестнице? Ну да ладно. Так Ну пока все возьму Хорошо вы ребятки застыли просто шикарно А где твой ствол? Ха-ха-ха Так удачно Так ну ребятки решили тут это посидеть на ступеньках Ха-ха-ха молодцы Я не буду их строго судить Так По идее мне сюда Абана А в чем подвох? Подожди Эммина где-то? Где была Эммина? По-моему было прямо написано Эммина Ну мне ж прям я точно явно видел что была Эммина Может быть он да... Кстати это может быть ловушечка Я подниму труп а сработает Эммина Не ну комплект праксис это не то Во Эммина Вопрос Она ли это или не она? Ё-моё Не она Покажись Ты же знаешь я тебя найду Уже не найдешь Отдыхай Так это все взяли А как же тогда он тут валялся? Чуть не могу понять От Конечно только одно обезвредил Она тут еще одна была Да Если бы я две взял бы тогда все нормально было бы Рамка Сейф Интересно Ну давай взломаем Так сюда 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 и быстро я дойду Так допустим спам спам Отлично Здесь доступ есть Осталось доступ получить сюда Ну удачно как все получилось Ничего тратить не пришлось Стоп червь Замечательно О Тут у нас всего Это потом все можно будет продать Ух ты Ну давай сюда Я думал он здесь сидит Оказывается нифига подобного Причард Похоже у Сэндвелла есть секретный бункер Попробуй его оттуда выковырить Будем надеяться он еще там У нас отправляют в самую глубокую дыру Ага Ну кто сюда придет? Я думаю они боятся что кто-нибудь попытается подсунуть доку бомбу в шкафчик Я бы больше волновался за содержимое головы дока а не его шкафчика Хм Ну и? Так а я смогу так прыгнуть удачно что я вырублю двоих? Вряд ли мне кажется Но мне кажется на потолок не смотрит Хотя пес его знает Так Так вдруг запалит Подошел Да Запалили Так Ну это я все возьму Это тоже все возьму Да Отлично Замечательно Так ну таскать вас ребята не буду О тут шкафчики есть Отличненько Это я все возьму Так ничего нет Сколько тут патронов Тут Тут пусто Ага Спуск Ну полчаса не туда и надо Поехали Ой Ой оей оей ой Так все пока удачно сложилось Так, а что с моей батарейкой-то? Не так. Почему она красная? Сожрать ничего не может. Ну, ладно. Так, у меня остался последний, кстати, патрон. Все плохо. На этих друзей у меня не хватит. Привет. Так, ну этот, по-моему, наш парниша ходит. Да. Ага. Повернулся назад. Если Сэндовал не вернется через пару минут, я пойду туда сам. Так, потихонечку. Так. Так, взлом. Ну, давай взломаем. Это, по-моему, управление, наверное, лазерами. Ой, давай-ка сюда, наверное, бомбу. Ага. Да давай, наверное, везде бомбу поставлю. Эх, вот это я поставил. Нормально. Пойдет. Акцесс. О-о-о-о. А я, наверное, там не смогу обезвредить их. Не. Класс. Как же так-то, ну? Да, мужики. То самое место. Как же так неудачно получилось-то, ну? Шел нормально. Нельзя расслабляться. Что-то тут не так. Да, бляхата, муха, тут все не так. Каким-то макаром она взорвалась, блин. Для меня, честно, это была вообще полная неожиданность. Тут нету. Хорошо. Ну ладно. Ну ладно. Не получилось. Ну да, в принципе, нормально. Нормально. Давайте я нажму ее в пяточку на всякий случай. И пойдем туда. Поэтому я настоятельно прошу каждого моего сотрудника. Каждого мужчину, каждую женщину, каждого, кому близки идеалы фронта человечества, поступить так же. Низая, если вы меня слышите, умоляю вас. Не дайте своему гневу уничтожить все, чего мы с таким трудом достигли. Все кончено. Он знает, мне некуда деваться. Все знают, Сэндовал. Вам не скрыться от того, что вы сделали. Что я сделал, мистер Дженсен? Я не один год латал людей после ошибок, при модификации, с отторжением органов. А теперь Билл меня предал. И мне никогда не вернуться к медицине. Если хотите кому-то помочь, расскажите, где ученые Шарифа. Был бы рад помочь, но мое участие в этом деле закончилось после того, как мне не удалось удалить датчики позиционирования. Не удалось? Моих хирургических талантов оказалось недостаточно, чтобы обойти страховку Дэвида Шарифа. Думаю, эти маленькие импланты до сих пор что-то передают на той низкой частоте, на которой никому в голову не придет их искать. Значит, ты сменил частоту? Мистер Дженсен, вы получили свои ответы, а я потерял свои. Против меня, возможно, будут выдвинуты серьезные обвинения, но меня волнует лишь высший суд. Ничего, если я возьму с собой ствол. Вы получили то, за чем пришли. Пожалуйста, уходите. Можете не верить, но я не хочу, чтобы вы покончили с собой. Потому что не представляете, какие я пережил муки. Вина. Стыд. Мне сказали, что ученые нужны, чтобы найти мирное решение проблемы имплантов. А вместо этого я стал убийцей и похитителем. Моя жизнь закончилась в ту ночь. Мне пора уходить. Подумайте, стоит ли так торопиться на заседании Страшного Суда? По крайней мере, там не будет лжи. Вы видели эту кошмарную пресс-конференцию? Уильям Таггер чуть не обвинил меня в терроризме. Он заявил, что все насилие, совершенное во имя нашего дела, результат моего влияния. Так задержитесь на этом свете и расскажите, что вы об этом думаете. Он и так знает, что это неправда. Я верил ему. Годами я служил верой и правдой, а он меня предал. Ради своей организации он пожертвовал моей репутацией, моей свободой. С ним невозможно бороться. Он снова сделает то же самое. По крайней мере, после смерти меня нельзя будет использовать. Класс. Отчаянно нуждается в ком-либо способном нарушить его положительные качества. Легко впадает в меланхолию, которую следует развеивать. Тремится объяснить происходящее так, чтобы избавиться от необходимости что-либо делать. Единственный выход в таких случаях заставить его действовать. Офигеть. Ну попробуем жесткое милосердие. Таков ваш план? Плечи умереть, чтобы вас больше не трогали? Ерунда. Вы должны противостоять происходящему. Грань между мучеником и жертвой очень тонко ассендовал, но вы не станете ни тем, ни другим, если нажмете на курок. Вы любитель хвататься за соломинки, мистер Дженсен. Но это скорее достоинство. Может, я и вправду слишком легко сдаюсь. Я посвятил жизнь тому, чтобы помогать людям. Но изо дня в день фронт человечества проигрывает индустрии имплантов. Ученые были последним шансом остановить это безумие, но ничего не вышло. Более того, я сам сыграл на руку сторонникам имплантов. Класс. Так. Ну давай, наверное, посочувствуем. Понимаю. Излишняя ответственность давит на вас. Я прекрасно знаю, каково это, потому что сам прошел через такое. Вы хотите немедленно все исправить. Так хотите, что начинаете перегибать палку. Поверьте, если для начала разобраться с мелочами, сложные вопросы станут проще. С другой стороны, если разделить бесконечно сложную задачу на части, придется иметь дело с бесконечным числом простых задач. Как так вышло? В ходе похищения погибли люди. А ведь я планировал его. С тем же успехом я мог бы убить их своими руками. Я не в состоянии смотреть в глаза жене самому любимому и близкому человеку в мире. Мне просто не место среди людей. Ну давай попробуем воодушевить. Вы считаете себя неудачником, но это не так. Просто вы еще не осознали свои возможности. Ваше раскаяние может выражаться в чем-то полезном. Будьте примером. Объясните людям, что насилие – это не выход. Вы слишком много перенесли. Такой опыт не должен пропасть зря. Странно, мы с вами враги. Но вы боретесь за мою жизнь. Я заслуживаю смерти. В самом деле я жду ее. Но вы не даете мне уйти легко. Вы предложили мне то, от чего я не могу отказаться. Фух. Возьмите оружие. Вы победили. Отлично. Блин, тяжело выбирать варианты. Ричард, как тебе такое? Датчики все еще работают. Сэндовелл перевел их на более низкие частоты. Но они могут передавать координаты в любой точке мира. У меня нет техники, чтобы их отследить. Других следов у нас нет, Ричард. Постарайся что-нибудь придумать. Я знаю. Слушай, вход с улицы все еще заблокирован. Возвращайся к себе в квартиру. Малик тебя подберет. Возможно, я что-нибудь соображу к твоему прибытию. Так, книжки. Не лучший миф о модификации человека. Но это я читать не буду. На паузу почитайте. Еще одна книжка была здесь. Практический стрелок. Что еще? Так, ну туда я не попрусь. В Детройте, Торонто, Мумбаи и Рио-де-Жанейро. У дверей таких биотехнологических компаний, как Кусанаги, Исалии и Шариф. Еще одна. Процесс кожной модификации. В видеоролике, послужившем причиной демонстрации. Уйди отсюда. Так, я смогу здесь выйти? Безболезненно. А что здесь у нас? Так, еще какая-то одна нычка. Увеличение емкости магазин. Но мне это не надо, блин. А у меня и места нету. Хо-хо-хо. Так, это у нас еще... О, как раз, по-моему, это можно поставить на пистолет. Точно. Глушитель. Ой, как здорово. Ой, как замечательно-то. Глушитель это прям просто шикардос. Так, давай-ка я вот что сделаю. Я вот это вот пока вот выброшу. У меня есть с чем модифицировать. Допустим, давай боевая винтовочка комбинировать. Вот так вот. Это возьму, это возьму, патроны обратно заберу. Так, ну вроде никого не видать. О, первый уровень сложности. Хе-хе, давненько не встречали. Так, ну что, понеслась. Еще и запалился. Класс. Ага. Понятно, о чем у меня здесь получается странно. Так, выход ищем. Выход у нас был здесь. Крышка люка. Так, ну-то пока мы уберем. К чертям полицию, брат. Да, они не могут выгонять нас в пыли. Это границ. Интересно, куда я пришел. Ладненько, сейчас разберемся. А, так я у себя дома. На улице многих городов вышли разгневанные демонстранты. Понятно. У меня проблема с патронами для моего пистолета. Последний остался. Даже не знаю, где искать. У того торговца купить нельзя. А, так мне на самый верх. К Малик в гости. Я думал, надо бы что-то дома сделать. Так, пистолет с глушителем это вещь классная. Но только в крайнем случае. Когда закончатся электрошокеры мои. О, а вот и Малик. Что-то не попало ровно в цель. Отличное расследование, Дженсен. Готов возвращаться в штаб? Да, готов. Да, будем надеяться. Причард нашел эту чистоту. Поддерживаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Сынок, беги к вертолёту. Ты возвращаешься на остров Хэнша. Фрэнк засёк один из передатчиков. Только один? Это? Шевченко, Адам учти, пришлось надавить на людей в Минобороны, чтобы сделать это. Значит, заговорщики знают, что я скоро буду. О как, возвращаемся в Китай? Так, ну, в Китай так в Китай. Поехали. Торговцы опять не зайдут. Мне, правда, писали в комментариях, что там аж целых два торговца в Китае, но я, правда, ни одного не нашёл. Попробую поискать ещё разок. А чё это тут сидишь? А, это тут охраняете вход, понятно. Понятно. А вы здесь прячетесь, да? Молодцы. А чё домой-то не пошли? Смысл-то уже работать. Ну что, Малик, пообщаемся. Снова в Китай. Босс говорит, мы возвращаемся в Хэнша? Причард оследил сигнал Шевченко. Если он жив, то, может быть, и все остальные тоже. Это большое достижение, Дженсен. Нам уже давно неслабо везёт. Как скажешь. Готов отправляться? Готов. Реально лишь настоящее. Поехали. Тогда запрыгивай. Плохие новости, шпион. Мальчик шпиогой. Транспортное управление Хэнши аннулировало наш пропуск. Нас отправляют в другой район города. Мне это не нравится. Но просто забить на это тоже нельзя. Конечно. Китайское правительство. Придётся подчиниться. Правое эхо-эхо 008. Направляюсь по указанным координатам. Вот это да. Вот это подстава. Какого чёрта? У нас на хвосте зенитная ракета. Зенитная? А Малик? Малик? Ну вроде нормальная посадка. Села. Малик у нас гости. Знаю, но вертушка повреждена. Сначала придётся её подлатать. Я останусь и прикрою тебя. Нет, уходи и разреши доктора Шевченко. Со мной всё будет нормально. Ты для них лёгкая мишень. Не обязательно. Но это твой единственный шанс проскользнуть мимо них незаметно. Да куда ж ты, ну? А что, уходи, Дженсен. Нет, я сейчас тебя попробую спасти. Где, где, где? Ё-моё, а ты откуда взялся-то тут? Я тебе сейчас дам, не вынуждай тебя. Творёныш. О, так, огнечень тут есть? О, у меня есть дробаш. Ну-ка. Я, правда, не знаю, как поставить его на быструю кнопку. Ух ты, цель самоуничтожения, блин. Ты же должен был уничтожить сюда, получается. Чё ж ты не уничтожаешься? Ну, тварь. Да. Да, опять? На, иди сюда, тварь На, иди сюда Да сколько ты можешь тут активировать-то уже, ну Гаденыш Джейнсон, потихонечку Цепляет, цепляет Да когда ж ты сдохнешь-то, тварёныш-то? Так, мне надо что-нибудь поставить другое Так, во-первых, тебя бросить У меня на тебя нет патронов Кстати, а ну-ка тебя давай использовать Не понял Никак не подействовало? Не-е-е-е, перезаряжай Ну, быстрей, 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 быстрей Да вообще по барабану ему я смотрю И на тут цель Давай использовать Чё было? Да когда же ты сдохнешь, а? Что ж ты такая тварь-то никак неугомонна? Джейнсон, вертушка в порядке Я взлетаю Продолжай это чёртово задание И спасибо, мальчик-шпион Девочка-вертушка Я все патроны потратил Обалденно Но я смог Я смог Да Я красавец Фу Ну, конечно, пришлось Да, нелегко Я вам скажу, это было не очень легко Но все-таки мы справились Так, мне бы сейчас тогда получается Да давайте, наверное, возьмем боеприпасы Так, у тебя пусто А где-то твоя тяжелая Да ладно, нет места снаряжения Ну ты что, бросишь что ли? Так, ну вот это я выброшу снайперку Это по-любому она мне не нужна Дробаш вроде бы я бросил Тогда тебя тоже брошу Во, эта вещь пригодится Так, где еще? Так, ну вроде я совсем справился Это мне не надо снайперка Это все мне не надо Вертушка наша улетела Ну вроде я бы уж никого не вижу А, вот еще Твореныш Козебяка Да, да, да Козебяки, это наши козебяки Ну в принципе получается и все А, это снайпер у нас был Эх, дохлый снайпер Ладненько Справились А, нет, подожди Вот еще, оказывается, дружище Я тебе про тебя забыл Замечательно То есть нам надо будет Подниматься куда-то на лифте Ладно, дорогие друзья Продолжим уже в следующей серии На сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok